Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это ваше любимое шоу Аферисты в сетях. Проверьте, подписаны ли вы на канал, у вас там серая кнопочка, если серая, то это круто, а если красная, вы можете её превратить в серую. А также, ребята, подписывайтесь на лайв-канал моей жены, потому что там выходит наше семейное вложике о моём инстаграме, ссылка тоже в описании, выходит. Обзорчики, которые не выходят никогда на ютубе. Ну и тоже, как бы, сторисы, картинки, как вот многие любят. Все ссылки находятся в описании, мы начинаем новый выпуск. Поехали! Проверка на измену? Вы на вашу счастье сына, мама? У меня единственный сын, чтобы какой-то лохудрый его отдавать. И проверить на верность хочет майбутню невестку? Ох, какая у нас тут сегодня будет необычная проверка, то есть мама жениха заказала, в общем-то, проверку на будущую невесту. Какая изящная девочка. Да, тощая корова ещё не ланит. А она её любит. Невсы останутся так, как мама уявляла. Спасибо, конечно, за предложение, но я не могу. Казалось. Казалось. Смотри. И финал, Гиткрыя, шокую чуть-чуть. А это сын? Миша, посмотри своими глазами. Так, стоп, давайте по одному. Мы проверяем Настю на верность. Все на идти. Все равно. Короче, посадили пухленького, богатенького дяденьку, я так понимаю, да? Ну, необычная проверка. А что случилось? Что такое? Здрасте, а что такое? Я ехала, ехала, закипела у меня машина. Так, я у нас в Перша. Покажите. Так, а что случилось? Все вылилось из машины. Закипело. Хорошо, а если я сейчас позвоню пацанам, чтобы они решили вопрос, мы с вами можем поехать? Да можем, конечно. Не, мы можем, конечно, как с кино, там обычно поднимают, капот так стоят, тут себе все чухают. Ну, ничего не заработает. Аккуратно руки. Капец. Знайомтесь нарешті, це Анна Олександрівна. Ну, собственно, выдыхаем сейчас. И дизнаемся, кого хочет перевірити Анна Олександрівна. Невесту, сына своему. Ось я его родила, он у меня самый любимый, такой жданный-жданный. Син Міша, ему 30, и он же собирается одружиться с Настею. Миша и Настя. Меня интересует только Мишина квартира. Мы хотим Мишеньке на свадьбу подарить квартиру. О, какой крутой подарок. Ну, от деда осталась квартира, никто там не живет, квартирантов мы не берем. И Миша раптом запропонував переписати квартиру на Настю. Чего это? С какого-то будуна я буду переписывать квартиру на Настю? Ну, это Миша на решение, может? Нет, я думаю, что это еще не Миша на решение. Настя его обработала, как хотела. И впевнена решуча мама в цьому на вси сто. Я даже в гадалке была. Так, в гадалке сказала. Я в гадалке была, блядь. О, боже. Интересно, что же сказала гадалка? Она что-то? Что она не любит моего Мишеньку? А что только у нее материальные такие вот отношения к Мише? Гадалка брехать не будет. Но после гадалки мама хочет проверить на верность за листом. Кажите, мне лягу не дам. Она же как вампир. Прямо впилась в него. Нам нужна какая-то зацепка. Кто она хочет понимать, как ее проверять? Кем работает? Медсестра. Ходит уколы в задницу. Но в завтницу хочет послать маму Настю. У меня единственный сын, чтобы какой-то лохудрю его отдавать. Мама за сына, в общем-то, порвет. А что ты делаешь, Кристина? Ну я же так. Подожди, стоп. Это же не я сегодня проверяю. И вот мы в столичных апостометах класса люкс. Зацените на вот. Но это еще не все. Эффектный, импозантный, сногсшибательный, невероятный. Георгий. Или просто жаром. Не надо, дубль, не надо. Вкусные апельмени. Так, сегодня с покушатой буду на ям. Как-то, если честно, знаете, немножко странно. В основном подбирают там это, Вася, этих альфа-самцов. Не-не, ну это тоже на самом деле это альфа-альфа-самец. Просто у него, ребята, есть хороший пресс. И не на животе, а в кармане. Как-то для мужика странно. А он приложил ей укол с раку сделать? И все это точно готова побачить и майбутнят теща, яку мы, как завтра, сховали в нашом оттонованном бусе біля педъезду. А, девчонки. Ча, сейчас я с собой, в общем-то, пирожки взяла. Что-то у нас, вы подготовились? Как пирожки съели. Я купую еще прямо. Спасибо, нет. Да, когда нет ничего, на меня такой жор нападает, боже. Ну смотрите, если вы сейчас вдруг передумаете, мы прямо сейчас можем все отменить. Ну, хорошо, мы, если шо. Не-не-не, боже, с этого не вышло. Я ж просто тоже думала, тут уже провианты на месяц, мы только осаду выдержим. Монитор показывает все то, что происходит сейчас в онлайн-режиме. Я с нашим героем, соблазнителем, вот он. Че, получение зя было? Не, ну... А мамка-то вообще молодец, бля. Палец в рот не ложи, типа. Что-то вы мне пельмешка... А где же ваши Аполлоны? А где же ваши эти? Мистер Вселенная. Жора с нами на связи. Если что, мы можем корректировать его поведение. Я же могу тоже корректировать. Сюда говорить? Не-не-не, это мне говорить. У меня в ухе подслужка. Так что, вам прямо в ухо говорить? Не-не-не, просто надо мне говорить, и я буду передавать ему через подслужку. Но самое главное, помните про слово «стоп». Да давайте уже включать. Баба крутая, она мне нравится. Ривно в 10.00 и Настя ось-ось мая буты. Такая изящная, стройная, элегантная девочка. Ну да, тощая корова еще не ланит. А Настя тем часом уже під дворима. Ну, профессийно, стерильность понад усе. Ну, то есть она вообще очень правильно себя ведет. Наверное, же деньги получает неплохие. Недорого на самом деле вызов медсестры, но тем не менее, хоть какая-то копеечка. А Миша дома голодный сидит. Она же ему кушать не готова. Маникюр. Сабли вот эти вот такие потрастилось. Бля, сабли. Ты где такие сабли сделала, бля? Это сабли френч. И можно танец Аганесяна танцевать без сабли. Вот с этими, вот с этими. Манка просто сделала этот выпуск. Я выздоравливаю. Проколение, пожалуйста. Да ладно. Мое французское релье. Так, пикрасный все самотний. Смотрите, утро-вечер, в ампуле 10 дней. Справимся? Такому что справимся, слушай. Я она полегкая, так что не волнуйтесь. В ампулах, звичайный витамин В12. Сложитесь, как вам удобно. Так, срок бодрости тут нормальный. Сложитесь, присушай. А больно не будет? Да не будет, больно не волнуйтесь. Анажора Дия за планом. Вроде готов. Отлично. Анастасия, слушай, а может, кафельку побьем пока? У меня есть хороший, отличный копеек. У меня есть отличнейший черный экран. С Португалией привез. Практически сам у меня, честное слово. Что скажете? Спасибо, конечно, за предложение. Но я не могу, потому что клиентом. Ну, на минуточку. Отказалась? Отказалась. Смотри. Сучка какая, а! Смотри, кофе отказалась. Швыдко роботикол разбирается и ты. Вы уже уходите, да? Да, да. А я хотел вашим участом наслаждаться еще. Может, попьемся по кафе? И кочки, да? Да, да, да. Да, да. Нет, извините, но у меня клиента живут. Настя ноль на массу. Может, все-таки останетесь? Нам поражите в ролике. Нет, простите, но не правда надо бежать. У нас тут люди бросить. И вот самое зараз у нас запланована перша провокация. У нас 200 гривен. Это оплата за укол. Подождите, у меня для вас есть сувенир с Португалией. Пожалуйста. Да, ладно, люблю ситуацию. И еще, пожалуйста, вы мне дите. А это? 100 баксов? Так, это 50 баксов. И Настя в шоте. 50 долларов. Ничего себе, что она ему? Операцию сделает. Ну? Это от меня, я могу себе позволить. Я же не думал, что ко мне придет самая красивая пицца в Украине. За вашу ладь. Тут, это же наша провокация. Вы сейчас возьмете или нет? Чтобы показать, в общем-то, что у него есть бабки. Нет, потому что это нестандартная, реально. Да возьмете. Да возьмете, скажем так. Возьмете, наверное. А вы видели, как она из Миши деньги выбивает? Ну, знаете, мне приятно, но как-то не... Я могу себе позволить. Берите, берите, пожалуйста. Берите. Берите. Спасибо. Ой, спасибо. Ой, пожалуйста. Глянь на нее. А, что делается? Жалко, Мишечка не видит. Зынь, что вы покоете? Мамка крутая. Тогда до вечера. Приходите, буду вас очень благодарить. Я умею быть благодарна. Спасибо еще раз за ваш золотый гроб. И вам спасибо. Да? До вечера. До свидания. До вечера. До свидания. Не сдалось, чем прозвучало кукет лово. До свидания. До свидания. Мой пельмяшек, ты мороз. Ах, ты ж лохудра такая. Она уже ему намекнула. Я думала, уже 50 долларов. Проститутка бедешевая, 50 баксов, смотри, она уже ему улыбается. Давайте так, все точки над и вечером. Сейчас как бы ничего не понятно. Сработали 50 долларов? Не сработали 50 долларов. Я до того вечера. Пирожка нюхните, я вас умоляю. Я до того вечера не доживу. А в вечере, как выявилось, будет на что подивутись. Позвольшь узнать, что это будет? Я не поступлюсь, ты же знаешь. Оу, май. Тот же вечер. О-о-о. 20.45 и мы снова готовим. А, дверь не тройте? Да. Добрый вечер. Добрый. Как он добрый? Как настроение? А где пирожки антистресс? Я уже съела. Мы уже их съели. Ага. То или это настрой на позитивный финал? Ну, болидон еще есть. Черт. На Настю чекаем в 21.00, чтобы уже никуда не подпишала. 9 часов вечера. Жорочка, ты готов? Да. Конечно, мужчина он хороший, много его, но с моим сынулькой не сравнить. А Миша что, худой? Ну, он такой крепенький, поджаренький. Он у меня чемпион мира по шахматам. Крепенький. Ну ладно крепенький, а что значит слово поджаренький? На солнце загорел или что? Он у меня силач, чемпион по шахматам. Вы видели, как он умеет этими пальцами, в общем-то, вот так вот сделать. Он вообще мастер этими пальчиками работать. Все девочки устоять не могут. Только сразу. А я наивная, как раз я верю. Короче, коротай ему час. Как мой муж говорит, ты знаешь, какой самый опасный вид спорта? Я говорю, какой, Сережа? Шахматы. Я говорю, почему? Ну, он очень травматичный. Я говорю, а почему? Да можно, говорит, уснуть и глаз себе проколоть. Мне нравится этот настрой. Анна Александровна. Ну, мамка веселая, реально. Оп. О, Господи, не успела. Приходишь, что ты скажешь, вы приходите? Вот я не был, ребята. Встречаю по всей красоте. Дорожью, мужчиной. Можно мне речь в форму? Да, без рамоков. Все. Я сейчас телеменду буду готов, только середину. Да, супер заменится. Настя готуется до процедуры, а Жора... А Жора готует ей сюрприз. Який спрацюет трохи позже. А пока... Ложитесь, сейчас я надену перчатки. Деловая. Святи не видели? Кстати, это вам. Частливое слово. Хотелось просто сделать приятное девушку вечера. Неожиданно. Ну, что, сходилось, нет настроения вам. Красиво. Погналась. Ну, он молодец. И неясно, че приняла... Пельмешек красавчик. Не надо. Потому что он как настоящий. Он реально настоящий. Он нормально пельмени жрет. Ты сейчас обратит ее? Ну, так для этого и была проверка. В смысле, тут прям конкретно процесса того, этого не будет, как бы. Но намеки будут. И она либо согласится на интим, либо... И мы не будем показывать интим. В смысле? То есть, до этого не дойдет. Бабка в шоке. Такое после 20 только четырех показывает ночью. Разберитесь, вижу, я в курсе. Знаете, что будет не было, не что? Да в курсе, Баб. Сдается, Настя таки и отморозилась от подарунка. Сделай вам сейчас укол. Единственное, сута по-деловому сделала укол и нияк из-заевых сюсю. Надеемся, что вы быстрее поправитесь, и все будет отлично. Я уже выздоровлюсь. И от одного вашего вида у меня кровь кипит. Вы ко мне молитесь. И на все сбираете, а подарованный букет игнорует. Надеюсь, вам все понравилось. Да. Отсюда мой спектрист. Ну, знаете. Вот ваше денежное. И 100 баксов, да? А если вам, если выдержали, это заявление. Уже 100 баксов. Ну, 200 долларов. А, 200 долларов. Вот так и ступор и в Насте. Вы не стесняетесь, берите. Благодарю сейчас меня. Берите, берите. Спасибо вам большое. Смотри, берет. Берет, да? Что, благодарочка, хорошая работа, чаевые. Вообще, на самом деле, просто деликатность может быть. Это вот ее алчный характер проявляет. Сучка. Не, она же попросила. Не она намекнула, не разума. Ну да, что будет дальше. И все, собирается идти. А где моя вторая тусля? Я же здесь еще. Может, собака положила или тщила? А вот что, собака еще есть? Да где он где-то негодяй. Ну, не совсем собака. И Жора просит допомогти с пошуком. Зато экскурсию сделаем у квартиры. Насправді, зараз для Насті буде перший гаджок. Провокация. Смотрите, квартира огонь. Дизайнер воспринимал. Впилляючку сделал. Але по Насті видно, що їй дискомфортно. У нее женская она. Женская. Вот сверху, как я трясаю. И похвалила для вечности. И пока Настя в ступорі, Жора просит вийти в коридор. Вот. Что это? Увидишь? Подарок мне? Да, это подарок. Посмотри, для того, чтобы понять, что там ты, нужно посмотри. Неудобно спать на потолке, а не ела падает. Открывай. Понравится? Заберешь. Не понравится, да? И цікавість перемогла. Это... Па-па! Это ключи. От этой квартиры. Когда-нибудь твоя. Ключи от этой квартиры. Ну, подгон, знаете, такой. Типа, либо баба падкая на бабки. Ну, это должна быть провокація такая, как... А они ж, типа, проверяют. Она ж хочет якобы у сына квартиру отжать, да? Типа. Которая зацепит. Да. Да, он дарит ей квартиру. Нет, хорошо придумано. Вы знаете. Тут я хочу вас похвалить. Я по вам вижу. Возьми, возьми, не стесняйся. Взяла. Ну, я... Я даже не знаю, баба. Ще не знаю, але все ж таки взяла. Хотела, ты его скажешь. Все, я же. Так, це наша головна провокація. Адже це і є підозрами будинці други. Сейчас поедем, в общем-то, на отдых. Хочу попуситься Настя не на Жору, а на його квартиру. Квартира, твиль, жилье. Тут хорошо, может быть. Так, він пропонує серйозний підхід. Переписати квартиру на Настю. Я что-то не понимаю. Это... Это... Розыгрыши для телевидения? Нет. Вона реально в шоці. Абсолютно не розыгрыши, нет для телевидения. Настя, ты не подумай. Это не последняя квартира в моей жизни. У меня еще две в центре. Одна в новострою. Два загородных дома. Гольф-клуб строю. Кстати, в гольф играешь? Опа. Ну, да. Ты понимаешь? Я не человек нежадный. Я очень щедрый человек. Я просто ленок. Реакция Анны Олександрівны зрозуміла. Чоловіча рука на нозі явный натяг. Але Настя руку не прибирає. Ти ж пойми, я человек щедрый. Я готов, чтобы кто-то вместе со мной наслаждался этим богатством. Ну, мне нужна какая-то взаимность, какая-то благосклонность ко мне. Так, а что конкретно вы мне предлагаете? Ах, ты ж гадость ты такая. Ой, видел бы все это, мой Миша. Что ж она творит, а? А Миша здесь рядом? А Миша це все сьогодні таки побачить. А поки Настя анализує ситуацию. А что конкретно вы мне предлагаете? Ну, ребят, я готов быть с тобой абсолютно щедрым. Готов делать тебе... Ну, понимаете, что самое интересное? Она реально руку не отбрасывает, заметьте. То есть она говорит, там, не трогай меня и так далее. Очень богатые подарки. Ты какую машину хочешь? Выбери в самую лучшую. Иди сюда. Ой, бля... Ой-яй-яй, шо ж ты делаешь? Шо ж ты делаешь? Я теперь понимаю, откуда эти сумочки, помады, косметика дорогая, духи. Что, у него появлялись какие-то такие вещи? Мама подарила. Что-то мама подарить может. Вон, я вижу, какая мама дарит. Ага. Мама-пельмешик. Ну, я не знаю. Мне надо подумать. Надо примерно. Подумать? Ну, надо подумать, так подумай. Кстати, предложение фуршетики еще в силе. И Жора пропонує той самый ранковый фуршетик. Пит и корочку. Настя погоджуется. Хоча зараз 21.30. Та додому вона, мабуть, не поспешает. О, прозы понюхает. Ну, да. А, ты смотри, какая сучка крашеная такая. Ой, не знаете. Не надо. Да. А? Да, пожалуйста, забрала. А вечер перестает быть нудным. Надо же немножко поломаться. Я же такая, типа, надо же держать немножко, типа, ну. Я подумаю. Набиваем себе цену. Ой, черная икра. Посмотри, что делается. Ну, у меня уже нервов не хватает. Ну, у меня уже нервов. Я звоню Мише. Господи, как он открывается. Ой. Я достану. Ой, Боже, у меня уже нервов не хватает. Конечно, мы попереджали, что Миша в какой-то момент має приеднатись до нас и побачить все на свои очи. Миша, свадьбы не будет. Ну, что ж ты не слышу, что мама тебе звонит. Миша, это я. В общем, Миша, я тебя просила приехать. Давай, приезжай. Немедленно приезжай. Просто немедленно приезжай. Бери такси и едь сюда. Сыночка, приезжай. Давай, я тебе все объясню. Все своими глазами увидишь. Будем ждать. Давай, Жора, Жора, позбавь обороты сейчас, Жор. Никаких провокаций. У нас сейчас время на паузу, мы ждем Мишу. Типа, давай, просто пообщаемся, типа, ля-ля-ля, да? Перевірка поки в нейтральному режиме. Ужий, выгощается. Икорка с Португалией. И Настя приглашается. У-у-у, да, реально с Португалией. И еще не знает, что это, на самом деле, перевірка на верность. Вкусная, кстати, икорка. О как, за икру Миша она тебе продала. За икру и за квартиру. Але, на самом деле, Настя еще не дала ответы. Вона ж попросила подумать. Да ну как это не дала ответа, на самом деле? Ну, вы мне простите, как бы, но... По-моему, здесь уже ответ очевиден. Ну что, давай за прекрасную Настеньку. Владелец тут прекрасной квартиры. Только я знаю. Все она уже дала тут. Хорошо, руководка зашла. Видимо, да. А ты знаешь, что врачи говорят? Чтобы отрыжка прошла, нужно поглаживать вот так вот, по часовой стрелке. Вот дай ручку. Да. Да. Я уже не могу на это смотреть. Кошмар, стыдоба просто. Мне стыдно за меня. Что с людьми делают бабки? Исправден, Настя дозволяется и больше и больше вольностой жори. Да. Да. Что делают бабки с людьми? И не важно, какой у тебя пресс. А лучше? Гораздо лучше. Ну, станет еще лучше, если она перейдет в ад. Давай за это выпьем. За это. На ты. На ты. Вот так, Мишенька. Вот так. В врагах, Миша, правды нет. Правды нет врагов. Врага. В смысле? Врага. Врага. Я нагадаю, жори, чтоб тримал нейтральный курс. Шампанское очень вкусное. Айпорк, как? Потрясающе. А, ну, Александрина, чтоб трохи заспокоїтись, вийшла на повітря. Подышать? Я хочу 2 минуты отдохнуть, я уже не могу. Еще хвилин 15, наша парочка дійсно уговорила ні про що. Але ось-ось має бути Миша. В салот приехал? Уже он должен быть. Сейчас он должен подъехать. Я же позвонила, я сама его жду, я не дождусь. Жора, пока... Он у вас, он бирюзовый, он в зеленой кофте. Да, идем? Ось тут Миша прозрив. Моё сердце чувствовало, Миша, посмотри. Мала, стоп, подожди, что? Она с нашим соблазнителем. Который подарила ей квартиру, там, да? Это ваша мама заказала, надо ее смотреть таким убийственным взглядом. Это то, что я тебе все время говорила, моё сердце меня не обманывает. У мамы есть подозрение, она сказала проверку на верность. Миша, посмотри, своими глазами. Так стоп, давайте по одному. Мы проверяем Настю на верность в квартире сейчас. Это онлайн-трансляция. Мы видим все, что сейчас происходит в квартире, в этом подъезде. Она с нашим соблазнителем. А подивитесь, как раз, есть на что? Так хорошо, после шампанского. Видимо, дорогое шампанского. Бутылка 800 долларов. Какое можно пить хоть каждый день? Для огоньки. Ты понимаешь, о чем? Понимаю. Вот я тебе говорила, Миша, я тебе говорила, Миша. Миша, я же тебе говорила. Ай, Миша, Миша. Вы знаете, мне кажется, ребят, согласитесь, это, наверное, самая крутая проверка на измену. Вот прям самая крутая. Вот сколько было проверок на измену, но это, Вася, топчик прямо. А мамка здесь прямо вершина из брега. За квартиру готовые ноги раздвинуть, господи, прости. Ой, мама, пожалуйста. Сижу, что ты на меня кричишь. Ты на нее лучше кричишь, а не на меня вот кричишь. Миша навіть не розумеет, за яку квартиру, але просто не може відірватися від монітору. Ну ты как, рыбка? Позволишь узнать себя поближе? Я не поскуплюсь, ты же знаешь. Да ладно, а? Да не ладно, вот. Мама, блин, пожалуйста. Ну прикиньте, как чуваку, у него якобы должна быть свадьба, он ее настолько любит, что я готов на нее квартиру переписать, а она такая... куртизанка. Схоже, Миша догадался, что гачок перевірки – гроши. Рыбань, не хочу давить, но ты хотя бы намекни. Ты согласна на мое предложение? Ну, а в этой квартире я буду с вами жить? Ну что, это полностью твоя квартира. У меня же как бы должна быть у меня с твоей взаимностью. Ну, может. Вот я тебе говорила, Миша, я эту с***, 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 с*** очень давно раскусила, Миша. Я ее давно раскусила. Мама все знает. А у тебя гнуты нема куда им делать. Черт, Шора, давай головную провода. Не смотри, как она тебя ведет. Женщина, ты согласна? А ты еще хотел жениться? Уже прямо, уже сейчас. Давайте посмотрим, пожалуйста, мы пропустим ответ. Ну так как? Согласна. Конечно, да. Что она говорит? Сinese sello, дабы. Аааааа. И вот тут, как бы мне нечего сказать. Правда, правда. Слева, слева, дабы. Так, слушай, только не вали я в кабину, блять, чтобы она не перевернулась. Кто? Кто? вот это дом 2 ребята вот это прям разбор полетов вот это да мама вообще конечно умиляюсь Клавдия Георгиевна в общем-то она вот какая женщина в самом соку есть всего-навсего 62 но она маменькин сыночек у меня единственный сын не ну слушайте ну с одной стороны все-таки мамка ж была права что как-никак но как бы наша Настюша падкая была на деньги вот и все ребят вот такой у нас получился финал я реально считаю что это была самая крутая проверка на верность если вы также согласны поставьте просто лайк под видео подписывайтесь на наш семейный канал у снежки там выходят наши такие семейные вложки а в моем инстаграме тоже выходят обзоры других шоу которые не выходят на ютубе все ссылки находятся в описании с вами был Андрей Чент всем пока Субтитры сделал DimaTorzok